Всем привет! Меня зовут Ирина и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео у меня посвящено моему базовому весеннему гардеробу. Это то, что я действительно планирую носить на весну 2022. Итак, начнем с верхов. Сейчас быстренько пробежимся по одежде, расскажу вам с чем я буду сочетать и потом уже покажу вам все образы. Итак, начнем с пальто. Первое пальто у меня вот такое, гусиную лапку. Это бренд Valencia, российский бренд. Покупала в сети магазинов NINEL у нас предоставленных в городе. В прошлом году приобретала прямое классическое пальто с поясом, с карманами, со шлицем, с английским брендом. Очень хорошие качества. Там шерсть есть. В общем, не помню, шерсть есть колючий, теплый. Вот. Такое пальто, ссылочку оставить я не смогу, потому что, насколько я знаю, этот бренд делает элементарную коллекцию, поэтому уже я смотрела, такого пальто у них наличия нет. Вот. Ну, что-то похожее, если найду, то оставлю. Ну, мне кажется, сейчас клеточку пусть и на лапку, не проблема в интернете найти. Так, следующий. Следующий у нас тренч. тренч. Классический бежевый. Прямой до колена. Тоже со шлицей. Тоже очень хорошо смотрится. Тоже его люблю. Тоже планирую носить его на эту весну. Этот тренч, кстати, и чемпион. Ссылочку поэтому не могу, не смогу оставить. Но, думаю, наподобие тренчи у нас сейчас тоже много. Так, следующий у нас тоже тренч. Этот тренчик уже такой черный, более нарядный. Он идет как приталенный. С пышным, укороченным боковым. Вот сейчас модно. Снизу раскрешенный. Тоже с поясом, кстати, и со шлицей. Это Италия. Приобретала у нас в итальянском тоже ботике. В ресторане торговом центре. Поэтому тоже таких сейчас у них нету. И подобные мы знаем. Ну, может, не может ли что-то появится подобные. Тоже очень классно смотрится. Легенький. На более теплой весне. Вообще шикарно. Без подклада идет. Такой чистой. Так, следующий бомбер. Такой стеганный бомбер хромиком. Внизу с куринской. Затягивается. А у нас карманчик имеется. В общем, такой, тоже короче, физический бомбер. Сейчас такие модные. Я сношу его тоже с джинсами. Спортивном стиле, стиле спортшип. Это Бэфре. Валберрис. По-моему, сейчас у них тоже есть. Ну, на подобие тоже может естественно. Мне кажется. Пиджак из эко-кожи, оверсайз, на бритальный, с желкими плечами. Это Zara, тоже очень нравится, шикарный, ношу его в качестве верх, вместо куртки, он плотненький, толстенький, с подкладом, поэтому просто его носить отдельно, как пиджак, в нём жарко, вот как верхняя одежда, как второй слой, очень даже классно, он приобретал в прошлом году, соответственно, тоже на него не смогу оставить ссылочку, сколько Zara сейчас у нас закрыт, а оно подобие тоже пиджачков, мне кажется, можно найти, очень классно, вообще мягкая кожа, шикарная. Следующая у меня вот такая рубашка, тоже из эко-кожи, это приобретала ещё года-два назад, это Asos, с накладными карманами, с пышным рукавом, как сейчас тоже в моде, оверсайз, он также актуален, тоже его ношу также с джинсами и с брючками, и в спортивном стиле, в общем, везде он соответствует, бежевый, как бы идёт у нас универсальный, цвет считается, как ко всем подходит, в общем, тоже очень нравится, классная сзади, ну вот так, у меня девочка ещё, вот тут, уже удовольствие буду носить. Так, по верхам ташлись, теперь низы, так, вот такие вот у меня джоггеры белые, ну, цвет молочный, наверное, цвет основной кости, скорее всего, или икры, ну, что-то в этом роде. О, здесь с резиночкой у меня внизу, это тоже из эко-кожи, это тоже у меня бренд Zara, приобретала в прошлом году, тоже классненький, тоже носила и прошлую весну, и эту буду носить с удовольствием, вообще шикарная мягкая кожа, все. Так, следующая у меня моя новиночка, моя покупка недавно приобретённая, это вот такие двое брюк в стиле палаца, они трикотажные, спортивные, ну, широкие, со строчной стрелочкой, смотрятся шикарно, сегодня уже надевала вот эти зелёные, очень стильно смотрятся, и бежевый, как универсальный цвет, тоже ко всему подойдёт, с удовольствием для носителя будет такой стиль, на эту весну, по-моему, посмотрите. А, кстати, приобретала на Ваундберес, зелёный, по-моему, ещё есть, я смотрела, бежевый, по-моему, уже разобрали, ну, ссылочки оставлю. Следующие у меня уже такие чёрные брюки, классические, широкие палаца костюмные, я вам распаковочку показывала, как-то это ченден, тоже очень нравится, собираюсь носить, собираюсь сочетать сегодня в образе их с тем же жакетом, что я и распаковку делала, вместе заказывала их, как костюм в чендене, с такой вот водолазочкой, с замком, сейчас оно как будет в моде, опять в тенде, в общем, тоже классно смотрится, вместе в образе вы видите. Следующие у меня, вот такие вот джинсики, они как джинсики идут, чёрные, ну, они идут как брюки больше, они вроде как джинсы, но у них только материалы, они прямые, они смотрятся как классические чёрные брюки, они такие, у меня в тоненькую, с чем-то таким блестящими полосочками, не знаю, что там, как они называются ещё. Это Германия, тоже купала на звутике, где-то таких за 6 тысяч, тоже качество хорошее, в прошлом году, уже не знаю, что с удалось мне в сне летом. Так, следующие у меня такие вот джинсики, это полумбир, широкий, как бананки внизу, они загружаются, ну, вроде как это ещё до сих пор актуальны такие брюки, в прошлом году тоже мне нравятся, цветами приятные, красивые, в общем, тоже буду носить, я люблю такой стиль. С удовольствием. Сегодня джинсики, это Момс, они такие узенькие, зауженные, ну, Момс укороченные, это у нас Зола, Зола или Зола покупку приобретала в магазине у нас, там, в другом центре, тоже нравится, любенькие на повседневку, ношу, удовольствие. Так, следующие у нас кожаные, не кожаные, а тоже эко-кожа, шортики, тоже люблю их носить весной, по осени, зимой, как бы, в них прохладно, летом жарко, а на весну, на осень, они очень шикарно смотрятся. Тоже люблю их под тренчик, там, под пальто одевать, с ботиночками, с удлинёнными сапожками, тоже классненько смотрятся, тоже буду носить. И так, ага, такой вот ещё свитшот, любили носить джинсами, тоже стиль из форшик, такого приятного, классного цвета, светло-жёлтый такой, это H&M, вставить ссылочку не смогу, заказал в прошлом году, тоже очень разный, тоже широкий такой рукав, классненький, смотрится классно. Потому что, в основном, носит, такой лотенький. Смотрю, что у нас такая вот, жилетка с укороченной, ну, как футболка, жилетка, она трикотажная, это не футбольчатая ткань, такая трикотажная, это, короче, ну, с такими вот, реглами, рукавами. Это Zara, тоже, года два, как раз сам Pico добыл, вот такой вот, с плечиками, вот эти вот, без рукавов, она тогда заказывала, но мне нравится, я ношу, как в стиле, ну, с спортивными штанами, с джинсиками, нормально смотрится, под рубашечку, там, под белую, тоже классно смотрится, поэтому на силу я буду носить с хвостами. И остались у нас такие у меня футболочки, получается, сколько здесь, пять футболочек таких пазлов, вот это моя любимая, ношу ее вообще на все случаи жизни, с джинсами, с брюками, с футболками, ой, с футболками, говорю, со штанами, спортивными. Вообщем, ко всему подходит, классно, вообще, обожаю футболку, сколько она стирала, ничего не делается, вообще классно. Это нашим местным шоуруем приобретал. Следующие две футболочки, белая и как тюняшка, это Chandem, ихняя базовая коллекция, заказывала тоже в прошлом году, но ставь ссылочки не смогу, потому что сами понимаете. Следующая у меня вот такая обежевая, очень классненькая, это Uniqlo, тоже ссылочку не смогла ставить, тоже хорошее качество, тоже сносив ее нет, приобретала тоже года два назад, тоже еще ношу с удовольствием. И вот это моя новая приобретение зеленых футболочек, это я приобретала как раз вот сносить с зелеными штанами. Зеленый цвет у нас до сих пор еще в тренде, поэтому носим с удовольствием, в том числе и я. А весной сейчас прям на зелень тянет прям вообще, не знаю, слушайте, какое-то прям наделение цвета, такое прям любилось. Дальяна уже, наверное, как база стала для меня. Вот. Я передал на вам, если я еще и с наличью ссылочку оставлю. Так, теперь пройдемся по сумочкам. Первая сумочка у меня вот такая, извините, она у меня маленько теряла форму, стояла бы не набита, надо было очень это набить. Это как рюкзак маленький считается, у него вот сзади тут две лямки должно быть. Я отсоединила, как мне не нравится, он вообще маленький как болтается. Я его ношу как кроссбоди, вот так вот нацепила и вот просто вот через перчу и вот так вот мне нравится выносить. Эта прилетала в летуаль. В летуаль я смотрела, они вроде как еще имеются, так что у кого-то смотрите, если нравится. Ну, сумочку тоже оставлю. Классная сумочка, хорошего качества, не знаю, что за кожа, канва, не канва, но похожая. Ну, шикарно уже тоже года два и ничего не делается, не порядуется вообще. Ну, шикарные качества смотрятся отлично. Так, следующая сумочка у меня вот такая. Эту сумочку я ношу чисто только весной и осенью. На зиму как-то не ношу, летом как-то тоже она мне неуместна, чисто она не весенне-осенне стала. Здесь она такая компархат идет, здесь кожа, не натуральная кожа. Ну, тоже нравится, классная сумочка на кнопочке. А, тоже у нее все помещается, тоже мне нравится ее носить, классная. А, это Зенда бренд, российский приобретал там. Так, следующая, как она называется. Они в моде сейчас вот такие вот, ну, в общем, пропишу, если что. Вверху, никому как называется. Это заказывала, по-моему, на Страдивариус, да, в прошлом году. Они у них в разном подсветках были. По-моему, они у них сейчас есть, только вот другие подобные. Но Страдивариус, не знаю, по-моему, тоже даже закрыли бренд, поэтому не знаю. Если только там смотреть, то может на модельного оберс они еще остались. А потом сам отдельно магазин тоже закрылся. Тоже классно, тоже люблю носить его. Я его хоть с джинсами, хоть даже с лежаком, хоть она такая спортивная. Ну, смотрится хорошо. И в спортивном стиле еще она, хоть как мне она нравится. Голубой, тоже считай, как универсальный, но тоже подходит. Хоть серого, хоть бежевого. Ну, вообще, ну, классная сумочка, тоже будем носить ее. Следующая такая, Cross Body. Ее я ношу в спортивном стиле. Вот она сегодня. Тоже классненько, вообще в ней все встебанное, вообще классно. В ней все помещается. А, здесь, честно, не помню, что за бренд. Заказывал на Валбересе. Вот такая бананка. Все в ней помещается. И зеркальце, и расчесочка, и телефончик, и салфетки влажные. Ну, в общем, все туда и нормально. В общем, то, что это классненько. Люденько, удобно. Повесила по себе. Руки свободные. Все хорошо. В общем, вот такие вещи. Так, следующая сумочка у меня вот такая. Она как бы под Chanel. Это не Chanel. Никаких логотиков в ней тоже нет. Заказывала я ее на Алиэкспресс. Из натуральной кожи. Кожа такая мягкая, классная. В прошлом году. Тоже сколько я ее носила. Ни день не покорябалась. Ничего с ней не случилось. Вообще, качество хорошее. Это Алиэкспресс как бы. Но на Алиэкспресс есть эти вот бренды, которые более дорогие. Которые позиционируются. Вот делают такие вот качественные под бренд сумочки. Я приобретала еще в прошлом году, наверное, в 2005. Для Алиэкспресса это как бы дорогая цена. Соответственно, качество отличное. Ссылочку найду, если у них еще есть, оставлю. И последняя сумочка. Вот такая. Аля Louis Vuitton. К ней еще идет монетница. Я отстегнула, но как он мне мешает. Я не очень люблю носить. Еще одна сумочка там идет. Но это, естественно, не настоящий Louis Vuitton. Мне нравится. Приобретала ее на сайте Инстаграм. Ушла где-то, потом достала. У него захотелось. Тоже очень нравится. Она очень удобная. Через плечо тоже руки свободны. Все вот так, все под рукой. Ну, вообще люблю такие сумочки носить весной и летом. Так что с удовольствием тоже буду носить ее и на этот сезон. Так, немножко у меня локация. Теперь поговорим об обуви. Вот такие вот у меня ботилончики. Сейчас на платформе с таким каблуком. Они сейчас тоже были как актуальные. Слависачи представляли неподдобные. Такие ботилочки, ботилочки. Это я сейчас приобретала их тоже где-то года два назад. АСС у нас тоже будем наработать. Поэтому с точки не смогла ставиться. Мне тоже очень нравится. Классненькие. Они несмотря на высокий каблук. Но за счет того, что у них платформа широкая. Ну, удобно. Мне нормально удобно их носить. Не сильно тяжелые. Как бы нормальные. Тоже очень нравится. Тоже их собираюсь носить на весну. Следующие у меня вот такие ботиночки с тракторной высокой подошвой. Черные, сами беленькие. Это АСС. Тоже приобретала их, наверное, года два назад. Тоже стоять ссылочку не смогу. Тоже нравится. Удобные. Тоже ношу с джинсами. И с брюканами, и в спортивном стиле. Тоже нравятся. Очень классные. Тоже носить это весну. Следующие. Такие ботиночки. Дерби. На высокой тоже тракторной такой подошве. Сейчас модные. Полетала в прошлом году. Это Эд и Ченден. Они из эко-кожи. Кожа тоже классная. Я вот их в прошлых сезонах относила. И осень. Ни одной царапинки. И вообще нигде ничего. Мне вообще она классная. Нравится. Отлично отходили. И так же буду носить именно на этот сезон. на весну. Потом у меня вот такие вот мои походные на каждый день. В машине, за рулем. Они такие как бы ну легенькие. Типа как кроссовочки. кроссовочки. Натуральная кожа. Все прилетала в каре. Наш российский бренд. Вы все знаете. Так вот на каждый день там с ребенком погулять. На зарубке. Тут выскочить в магазин. Обула я очень классно тоже буду носить. Мне нравятся. Легенькие. Вообще удобные. Крошечки. И кроссовочки естественно. Куда без кроссовочек. Такие у меня кроссовочки. Беженькие. Классненькие. Легенькие. Тоже мне нравятся. Я люблю спортшек. Кажел. Поэтому кроссовки. Я думаю неотъемливая часть жизни. Их тоже весну и лето все бегала. И буду ходить в этом году также. В хорошем качестве в прошлом году. У нас в местном шоуруме. Еще у меня есть белые кроссовочки. Показывать вам не буду. Потому что они уже сносились. Уже им три года. Я уже сейчас в поисках новых хочу. Белые кроссовочки. Это тоже обожаю. Поэтому буду приобретать. Также я вам еще не сказала, что одеты на мне. Этот костюм тоже мое новое приобретение. Я вот еще его ни разу не носила. Сейчас для видео делаю. Это пиджак. Оверсайз. Я еще и заказала. Побольше чем свой размер. Но люблю, чтобы оно такое было. Как с мышковой плеча. Она идет с укороченными зауженными брючками. Тоже в образах вы видите. И там у меня одета как кофточка. Да. Разводство Турция приобретала. Вот уже у нас в другом центре. В общем. Приглашаю к просмотру образов. Удачи. 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 Удачи кофティ-люк esagesis. Удачи. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пока!